здравствуйте дорогие телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема розы и мы продолжаем эту тему прямо со дня покупки да теперь вы знаете как нужно их приготовить к тому чтобы они у вас в холодильнике полежали опустили корневую систему как заставить их не расти верхом а расти только корнями значит что нужно сделать каким раствором их полить для того чтобы они не забывали про корневую систему но тем не менее и верхние ростки их почки тоже развивались бы да везде в каждом горшке в этом 6 литровом по три розы и так они будут посажены в лунку но сегодняшняя тема не об этом я каждый раз вам буду напоминать и мы дойдем до лунки и что туда положите как ухаживать за ними но все по очереди сегодняшняя тема как сформировать красивый розовый куст но у некоторых это вызывает саркастическую улыбку но дорогие мои я думаю что вы напрасно улыбаетесь так снисходительно практически редко кто из вас умеет формировать что-то яблони например да куст смородины или там куст флоксов а вот куда у куст розы тем более вот посмотрите на эту красотку у особенно вот у этого вот у этого куста у него очень прямо знаете непослушно растущие высокие уже по сравнению вот с этими двумя розами побеги почему так происходит что ей теплее ей воды больше досталось или там удобрения какие-то ну факторов много на самом деле но нам не надо чтобы у нее было всего два побега бешеных вот так торчащих рогами а у этих как бы они были бы вот да вот таким полу сферой какой-то расположены поэтому берем ножницы и еще в дом но ножницы чистые это обязательно но и в домашних условиях они стоят на балконе ночью там очень холодно если на улице минус 5 то там примерно где-то плюс 2 плюс 3 не больше поэтому они не растут так сильно то есть да все в порядке холодный старт им обеспечен вы берете ножницы вот у вас макушечка отсчитайте вот макушка раз листик 2 листик 3 и под третьим листиком я возьму и срежу этот побег и здесь также сверху считаем вот макушечка раз листик 2 листик 3 и я срежу этот побег вы думаете что я враг народа что ли и издеваясь над цветами вовсе даже нет я убрала им точки роста то есть они вверх расти не будут если у растения есть потенциал ну например вот на этом месте была почка по какой-то причине она перестала развиваться значит если здесь точку роста убрать то питательные вещества скорее всего пойдут сюда и начнут развивать вот этот побег либо вот этот побег он тоже не очень развит а все что им доставляется это доставляется из корневища вот тут вот прям вылез побег и он господи бедный кривой и горбатый и это шиповник это у них мама шиповник ну и папа тоже видимо значит вот видите еще один побег они все должны развиться за счет того что точка роста убрана а вот побеги которые мы оставили из пазух листьев пойдут дополнительные побеги то есть не одна палка будет а дополнительные побеги и каждый из них на макушечке каждый кто вырастет будет нести бутон кстати это роза называется глория д и знаете как переводится знаете господи спаси да а не вру господи к вру не слава господу горе это слава слава господу так переводится очень ри очень очень интересная история у этой розы и это мэйланд это француз он замечательный селекционер там вся семья этим занимается на планете земля я уже говорила больше уже давно больше 50 миллионов кустов этих роз значит дело не в этом я хочу еще вот что сказать знаете цена и качество должны совпадать если цена у розы около 300 рублей то я даже знаю производителя оригинатора я не ошибусь никогда глядя на его посадочный материал да дорого но зато мило зато я знаю точно что из нее вырастет уже даже один куст уже будет выглядеть не в одну палку не в две а будет очень красивый пушистый розовый куст несущий сразу одновременно расцветающих 7 ну как минимум 5 бутонов посаженные 3 в одну лунку значит одновременно будет свести ну хотя бы 15 бутонов вот чего я всегда добиваюсь от куста розы а вот на том на обрезке мы закончим не надо ничего выламывать господи я уже слышу продавец сказала выломать даже не думайте об этом вот так вот нужно делать и все будет в порядке только чистыми ножницами еще раз напоминаю и у вас все будет прекрасно следующая программа мы продолжим про розы там очень большая тема все что положено в лунку при высадке этой замечательной культуры я вам все все расскажу всего доброго вам и до свидания